К другим темам. Ветераны Великой Отечественной через 67 лет помнят каждый день войны. Как защищали родные земли, как атаковали в Европе, какой ценой далась победа. Анатолий Малинин воевал с первых дней. 9 мая 1945-го встретил в Чехии. За героизм и бесстрашие у Малинина три красные звезды, два ордена Отечественной войны разных степеней, медали за отвагу, оборону и освобождение ряда городов. О боевом пути Анатолия Малинина, Наталья Булат. По этой карте я со своей батареей двигался вглубь страны. Вот эти точки – это цели, которые флиц нанес, свое расположение, а я потом по ним стрелял. Немецкие карты артиллерист-десантник Анатолий Малинин хранит до сих пор. Ему они достались от советских разведчиков. Свои огневые позиции фашисты наносили на бумагу с особой точностью в жизни. По ним уж грех было промахнуться. Здесь стояли мои четыре пушки. А вот линии, куда я стрелял. Подсобственно стрелял. Тут было полно немцев, полно. Вот по ним я и готовил исходные данные для стрельбы и по ним стрелял. Это было много позже, в 43-м. А в самом начале молодые офицеры-артиллеристы еще не до конца понимали, что такое война. Мы увидели, что горели села и города. Немцы начали бомбить наши города и села. Дальше началась эвакуация населения вглубь страны. Мы бомбили эти эшелоны беспощадно. Там был кошмар. Мама потеряла своих детей. Кричит мама, она кричит Коля. Вот тут мы поняли, что это настоящая война. К моменту нападения на Советский Союз гитлеровская армия была сильнейшей в мире. Вооружение фашистов на порядок превосходило имеющийся советский арсенал. Были такие случаи, когда не хватало вооружения. Немцы были вооружены уже автоматами. Шмайсер. А наши солдаты винтовкой. Танки у нас были очень плохие. Медленные, неразворотливые. Плохой броней. А у немцев уже были хорошие танки. Вообще немцы к этой войне очень хорошо подготовились. Очень хорошо. А мы не были готовы к войне. На разных фронтах он прошел почти всю войну. Только раз на полгода выпал из обоим и подкосило четвертое ранение в ногу. Первое было в голову тогда. От смерти спасла Каска. Нога восстановилась, но стала короче на 2 сантиметра. Кости после срослись неправильно. Малинина это не остановило. Опираясь на трость, он вернулся на фронт. Своей любимой наградой называет медаль за отвагу. Ветеран получил ее в битве на Курской дуге. Маршал Рокоссовский отдал приказ любой ценой отбить и удержать высоту 252.0. С нее просматривались все немецкие позиции. Задание со своим батальоном Малинин выполнил. Службу Отечеству герой продолжил и после войны в военно-воздушных войсках. За его плечами 235 прыжков с парашютом в мирное время. Почетный гражданин Терека в 2004 году Анатолий Малинин вошел в энциклопедию лучших людей России. Наталья Булат, Адмир Сабанчиев, Вести, Кабардино-Балкария.